Здравствуйте, круглики! Я Зол. Я, черт возьми, недоволен. Потому что, казалось бы, в сотый раз наступание на одни и те же грабли должно стать больно где-то в районе лица. Но нет! Кажется, мы снова находим себя в точке истории, когда на вопрос игровым журналистам, когда они собираются перестать рыть себе могилу, они отвечают единогласным еще недостаточно. Нужно глубже, нужно дарыть до соседнего материка, как минимум. Прямо сейчас они превозносят женскую фигуру Афродиты из Хэдис 2, у которого давеча был технический тест, в то время как все еще Адала и фанатично ненавидят Еву из готовящегося к выходу Стеллар Блейда, в том числе приглашая экспертов для того, чтобы объяснить, почему мужской взгляд – это токсично, плохо и от него срочно нужно избавиться. Когда это делаем мы, как бы говорят они нам, это нормально. А когда это делаете вы, то вы токсичные белые цисгендерные миссогенисты, и вам срочно нужно, ну, сделать то, что обычно в Майнкрафте делают такие, как вы. Это не рофл, если что, про экспертов. Мало того, что они действительно приглашают их, так такие ребята еще и существуют. Правда, называют они себя чуть более академичны. Эксперт по маркетингу в сфере телевидения, например. Видимо, степень по гендерной науке не так хорошо продается в последнее время, все-таки хочется отхватить себе бабок от профсоюза журналистов, понимаю. Стеллар Блейд и мужской взгляд. Кто именно находит ее привлекательной? Этим вопросом сейчас задаются эксперты по всему миру, не имея возможности банально открыть твиттер, выйти из своего информационного пузыря и задать тот же самый вопрос еще раз, но уже себе. И спросить также, почему я трачу свою жизнь на это. Ответ может вас удивить. Дело в том, что огромное количество мужчин по всему миру сейчас находят этого персонажа сексуальным. Чего они, кстати говоря, не делали бы, если бы вы, сами игровые журналисты, не раскручивали эту тему как в последний раз. И метафорически и буквально. Метафорически потому, что сезон довольно тухлый, им больше нечем заняться, а буквально потому, что то же самое произошло с Хогвартс Легаси в последний раз. И опыт их ничему не научил. Почти год прошел, а они так и не поняли, что попытки журналистов заставить обыкновенного игрока, простого покупателя, играя только в то, что они считают правильным и давать деньги только на то, что им кажется корректным, не приведет ни к чему, кроме диаметрально противоположного результата. С Хогвартс Легаси проблема была во взгляду Джоанки Троулинг на то, кого можно, а кого нельзя считать мужчиной. Результат? Больше 20 миллионов проданных копий. Последний раз, когда я слышал, вроде было 24. Ну и гарантированный сиквел, конечно же. Сейчас то же самое происходит со Стеллар Блэйд. Полный солд-аут в некоторых регионах. Например, если вы хотите купить себе физическую копию этой игры, живя в Германии, то у вас могут возникнуть проблемы. На Амазоне их не осталось, придется ждать рестока. Даже я, человек, образ Евы из Стеллар Блэйда, откровенно засравший, уже купил ее. Я отдал деньги за копию этой игры. Не потому, что она мне интересна настолько сильно, а потому, что вы, мои уважаемые гражуры, раскрутили ее до невиданных масштабов. Абсолютно ни на чем. Просто потому, что вам захотелось пойти против своей собственной аудитории еще один раз. Мне не нужно приглашать экспертов, чтобы вычислить хитросплетение человеческого сознания. Мне достаточно было пару недель назад спросить у себя в телеге, действительно ли люди находят ее сексуальной или это просто контркультура. На фоне антихайпа Sweet Baby In, GamerGate 2 и прочих страшных слов. Ответы более-менее убедили меня в том, что я и сам подозревал заходить, кстати говоря, ко мне в телегу по ссылке в описании. И не забываем на канал тоже подписываться. Конечно, стримы Стеллар Блэйда у нас проходить будут, оповещения об этом будут в телеге, но и здесь тоже будут видео по факту прохождения. Лишу вас необходимости пересматривать мой бэклог и скажу прямо четко и еще один раз. Мне не нравится Евы из Стеллар Блэйда. Сама игра, ну, судя по демке, более-менее слыши рок на вечерок, я думаю, покатит. Особенно для меня, как для любителей секиры и его вариаций. Я люблю нажимать на кнопку парирования, ничего не могу с собой поделать, особенно когда она звучит прикольно. Но сама главная героиня меня абсолютно не впечатляет. Я не нахожу ее сексуальной по одной очень простой причине. Я играл в огромное количество убийц World of Warcraft из Кореи. И в Айоны, и в Архейджи, все женщины там выглядели более-менее одинаково. Одна и та же кукла с одной и той же фигурой и одним и тем же бэбэйфейсом и почти одной и той же прической. Иногда бывали вариации. Ну, честно скажу, не всегда это была прямая челка. Иногда волосы можно было зачесать на один глаз или, может быть, за ушко, потому что любят азиаты ушки. Ничего они не могут с собой поделать. Я не нахожу ее сексуальной абсолютно. Однако, я до последнего буду защищать ваше право на нее надрачивать. Потому что, черт возьми, если вы отдали за это деньги, и если вы посчитали это необходимым, значит, вы можете себе это позволить. Вам ни за что, ни за что не должно быть за себя стыдно. И пусть никто не дает вам в этом усомниться. Так что же не дает экспертам покоя? Эксперты, я напоминаю, это те, кого игровые журналисты считают экспертами, даже если они таковыми не являются. И понятие мужского взгляда – это банальное понятие биологии. Но потому что мы с вами существа разумные и мы находим некоторых людей более привлекательными, чем другие, потому что так уж мы устроены. Мне правда нужно давать вам курс анатомии и эволюции о том, что более привлекательные фигуры для нас – это те, которых мы считаем правильными или, может быть, более выгодными в плане передачи ген. Но давайте мы не будем зарываться в такую уж совсем глубокую тему. Давайте просто почитаем, какой материал нам предлагает журналистика. Столларблейд – это грядущая к выходу сайфайная RPG-слэш-секероид от корейской студии ShiftUp, которая недавно стала настоящим эпицентром для культурной войны. А почему культурная война? Потому что вокальная группа решила пойти против Sweet Baby Inc, консалтинговой компании, которая, упаси господи, решила помочь игровым разработчикам в создании более разнообразных женских персонажей. Конечно, в этом была проблема Inverse, конечно. Именно за этим-то и кроется разгадка проблемы Sweet Baby Inc, за то, что они-то хорошие ребята хотели просто сделать более разнообразных женских персонажей для того, чтобы большую аудиторию покрыть. А геймеры, клятые мисогинисты, им в этом хотят помешать. Обидные Sweet Baby Inc жертвы во всей этой ситуации, давайте мы их обнимем, приласкаем как-то, коробочку шоколада подарим, может быть еще попочку полижем, а то устала она совсем сидеть на своем стуле провоненном, проперженном. Бедняжечки, на частные гранты сидят, никак не знают, куда им себя деть. Я не просто так привлекаю внимание к Sweet Baby Inc в открывающем слове, потому что оно задает настроение для всей остальной статьи. Игровые журналисты понятия не имеют, кто их собственная аудитория и чего именно ей нужно. Как вы поймете дальше, им нужны эксперты для того, чтобы сказать им то, что, в общем-то, никакого отношения к реальности не имеет, но, по крайней мере, они написали свой очередной высер, а значит, она того стоила. Как нам статья напоминает, мужской взгляд, в скобочках на женщин, это академический термин, видимо, для того, чтобы придать ему немножко больше важности. Впрочем, в контексте статьи он обозначает мужской взгляд при предполагаемом, осюмнутом, можно сказать, мужском гендере реципиента. То есть, другими словами, игровые журналисты предполагают гендер основной аудитории этой игры. Они, конечно же, правы, но потом они будут пытаться доказать вам, что на самом деле это не так, и на самом деле потенциальный пул покупателей у Стелларблейда значительно больше. Это, кстати говоря, технически правда. Он действительно больше был бы, если бы не контекст, который вы этой игре пытаетесь насильно предать. Я настаиваю, если бы не игровые журналисты, то про Стелларблейд мало кто бы знал. Ну, в лучшем случае, она бы подавалась с точки зрения еще одного эксклюзива для PS5. Бог видит, их было не особо много, так что на безрыбье и рак рыба, в общем-то, тоже. Корейский разработчик ShiftUp очень сильно рассчитывает на мужской взгляд для своего продукта. В своем твиттере, судя по постам и некоторых интервью, они особо сильно привлекают внимание к тому, что тело Евы героини, собственно говоря, из Стелларблейда, было взято с корейской модели Шин Джей Юн. Не уверен, что прочитал ее по-русски правильно, но думайте о ней просто как о корейской модели. А понятие корейской красоты, оно достаточно жестокое по мнению западного мужского взгляда, ну, мне лично так кажется. Я не нахожу их особо привлекательными, но если мы пытаемся на секунду представить, что мы корейцы, у них есть очень четкое понимание того, как должна выглядеть красивая женщина и отступать влево-вправо от этого понятия для них неприемлемо. Ну, азиаты, что с них взять? Ладно, кому-то это нравится на здоровье, пацаны, я это не понимаю, мне это неинтересно, вот лично мне это неинтересно. За других сказать не могу. Если вам хочется на нее надрачивать, пожалуйста. Я буду настаивать на том, что такое право у вас есть. Сам геймдиректор такой выбор прокомментировал тем, что они хотели бы выбрать наиболее привлекательное для нашей аудитории тело. Ну и учитывая то, что игра сейчас продается рекордными тиражами, у них это явно получилось. Спасибо большое за бесплатную рекламу. Кстати говоря, геймдиректор игры на самом деле неплохой парень. Если почитать его интервью, он постоянно говорит о том, что игровой индустрии нужно побольше разнообразия, нужно просто делать что-то веселое и народ сам к тебе потянется. Может быть они действительно просто хотят сделать наиболее веселую и интересную игру для своей аудитории. Опять же, судя по рекордным продажам, они что-то делают правильно. За это можно им только поаплодировать. Промоушен материала от PlayStation также поддерживают его тезисы. Ну и сами ShiftUp никак не прокомментировали это для нашей статьи. Однако эксперты, приглашенные, задаются вопросом, а кто именно находит эту фигуру привлекательной? Может быть она привлекательна для какого-то конкретного гендера, для какой-то сексуальности или национальности? Очень много ShiftUp предполагает своим мужским взглядом о том, кто же будет целевой аудиторией его игры. Кто же эту игру по факту купит? Да, возможно они действительно делают эти предположения и они их делают абсолютно корректно. Я вам могу со всей ответственностью заявить, уважаемые игровые журналисты, что основная аудитория для игры Сталлор Блейд мужская, цисгендерная, возможно белая, возможно частично черная, но примарно все-таки белая. Ну и также азиатская, конечно, да, потому что стандарты красоты у них не просто так сформировались, им самим такое очевидное нравится. Я почти уверен, что 40-летние мамки, которые играют в 3 ряд у себя на телефоне, не будут покупать Сталлор Блейд. Даже больше скажу, бабушки с дедушками Сталлор Блейд тоже покупать не будут. Примарная аудитория у этой игры это будут половозрелые мужчины и женщины. В соотношении, я бы сказал, 70 на 30, может быть, около того. Такого рода женщины, поверьте мне, апеллируют к женской аудитории в том числе, потому что женская аудитория, точно так же, как и мужская, любит видеть горячих женщин у себя в видеоиграх. И горячих мужчин у себя в видеоиграх они тоже любят видеть, кто бы что ни говорил. Хотя, конечно, тут интереса будет у мужчин побольше, но и то, может быть, я еще не прав. Нужно будет посмотреть на данные, которые появятся уже по факту выхода игры, если кто-то будет их по гендеру собирать, соответственно. Для Евы, кстати говоря, взяли только тело с корейской модели. Лицо они сделали с нуля у себя, так сказать, инхаус. Они не взяли на эту роль атлет, они не взяли эксперта по боевым искусствам, например, ну, полноценную спортсменку, да, или хотя бы актрису, как говорит эксперт. Нет, им шин нужна была исключительно как тело. То есть их интересовало только то, что у нее ниже шеи. Значит ли это, что только в ее теле они находят части, которые имеют для них какую-то ценность? Да, именно это и происходит, уважаемый эксперт игровой журналистики. Они находят ценность у корейской модели только в ее теле. Лицо же они специально сделали вручную бэби-фейсом, потому что это идеал, к которому азиаты почему-то стремятся. Я не знаю почему, я понятия не имею, как это так исторически сложилось, но это просто сука так. Если вы посмотрите на любую рекламу, на их поп-айдолов, если вы посмотрите на любую масс-медиа, которую корейцы, да не только они, но и японцы в том числе, и отчасти китайцы производят, ну вот нравится им этот долбанный бэби-фейс с большими сиськами на высоком теле. Хрен знает почему. Иногда не на высоком, кстати говоря, на низком тоже. Вот тут есть возможность туда-сюда повертеть еще, да, тут можно есть где разгуляться. Я не знаю какого хрена, но это, это правда. Это просто вот так сука есть. И мужчинам, и женщинам это нравится. Мы это знаем потому, что а, корейская культура приобрела довольно высокую долю популярности за последние несколько лет, в том числе благодаря кей-попу, ну и также благодаря тому, что их продукция и там, например, пластическая хирургия, хотя и носит довольно спорный социальный характер, но все-таки считается одной из самых качественных в мире. И б, потому что обычно, когда вы делаете главную героиню в видеоигре горячей, мужчины ее покупают. Этот опыт мы получили, ну, за последние лет 20-30, так точно. Ну, с тех пор, когда женщины в видеоиграх были горячими и когда они были достаточно высокополигональными для того, чтобы воображению не приходилось дорисовывать слишком много самостоятельно. Спасибо за вынос ключевых тезисов за скобки для того, чтобы не пришлось читать всю статью от корки до корки. Поверьте, она не настолько интересная, за исключением некоторых отдельно взятых абзацев. Мы не выступаем за то, чтобы игры были менее сексуальными. Мы выступаем за то, чтобы игры были более сексуальными для большего количества людей. Не приходило ли вам в голову уважаемые эксперты в сфере маркетинга, в сфере мужского взгляда, что может быть попытки унифицировать сексуальность под какой-то один общий образ, который будет охватывать все аудитории целиком? Это замок на песке. Это действие, которое обречено на провал заведомо, потому что разные продукты нравятся разной аудитории. И в индустрии видеоигр, где горячесть и мужчин, и женщин, в общем-то, соответствуют продажам, да, она им способствует, точнее будет сказать, было бы гораздо интереснее, если бы существовало многообразие продуктов, если бы количественно больше выходило игр, которые к той или иной конкретной, но узкой аудитории пытаются апеллировать. Вот это, на мой взгляд, гораздо интереснее звучит. В то же время, если вы берете корейскую игру, которая точно знает, какой именно аудитории она апеллирует и чьи запросы она пытается удовлетворять, и хотите из нее сделать что-то, чем она не является, то вы в этой ситуации долбоебы. Может быть, Еве из Стеллар Блейда нужно оставаться именно такой, какой она является сейчас, потому что она уже кому-то нравится, и эти люди игру купят. Может быть, для игры и, соответственно, для студии, и отчасти для индустрии, будет лучше, здоровее, если можно так выразиться, если вы не будете ее трогать, не будете пытаться менять вещи, которые кому-то нравятся, для того, чтобы они понравились кому-то, кому они сейчас, сука, не нравятся. Это звучит настолько парадоксально, но я, как игрок World of Warcraft, поверьте, с этой практикой знаком не понаслышке, когда игра пытается апеллировать к аудитории, которая ее ненавидит и не хочет иметь с ней ничего общего. Ну или, не знаю, если хотите более мейнстримный пример, ну давайте скажем, DMC Devil May Cry, тот самый знаменитый провалившийся ребут Devil May Cry, который сначала попытался зайти одной аудитории, потом его захерососили, они попытались моментально сменить свой угол и зайти аудитории, которой игра не понравилась, только для того, чтобы эта аудитория в итоге ее не купила, но чтобы еще и отпугнуть ту аудиторию, которую могло заинтересовать первое им показанное, ну помните, когда Данте был весь из себя такой готишный мальчик, да? И в итоге игру, сука, не купили те, кто и так ее купить не собирался. Большой шокер, понимаю. Она провалилась по продажам, а кто виноват-то в этом был? Кто, сука, виноват, если не маркетологи, которые не могли взять нормальный угол для маркетинга и идти с ним до конца? Далее эксперты подробно описывают работу режиссера в игре, о том, как робот, который за нами следует и дает экспозицию, постоянно подсвечивает ее задницу, о том, как камера в целом постоянно акцентирует на ней, несмотря на то, что это вид от третьего лица, и да, нам так или иначе ее задницу придется видеть довольно много и довольно часто, хотя и туда-обратно она тоже будет поворачиваться, не переживайте, во время экшона я заметил, там довольно динамичные вещи происходят. Не знаю, как вы, я в таких играх обычно смотрю больше на врагов, потому что мне нужно следить за их анимациями, чтобы парировать в нужный момент. Они настаивают на том, что в катсценах Ева ведет себя максимально не агентированно, да, то есть она исключительно реагирует на текст, который говорят в ее сторону, и причем она реагирует на него очень посредственно и неэкспрессивно. Это я уже от себя добавляю, потому что по факту прохождения демки, мне кажется, мы открыли не просто нулевую харизму, да, не просто персонажа с отсутствующей харизмой, а уходящий в негатив с минусовой, то есть она эффективно делает игру вокруг нее менее харизматичной тем, насколько она плоская кукла. И с одной стороны, если мы подходим к вопросу академически, то, что они здесь говорят, могло бы частично быть правдой, оно могло бы иметь право на существование, но, сука, тот факт, что вы продолжаете настаивать на этом, тот факт, что вы продолжаете привлекать к этому внимание, исходя из тезисов о том, что нужно защищать свит Бэби Инк и нужно говорить геймерам, что они должны любить и что они должны покупать, если бы вы всего вот этого, сука, не делали, то и проблемы бы не было точно так же, как с Хогвартс Легаси, у которой, поверьте, блин мне, продажи были бы в два, если не в три раза меньше, если бы вы не раздували срач на пустом месте. Господи, как же меня рвет от этого, мейнстримный игрожур не может свернуться достаточно быстро. Кстати говоря, раз я вначале упомянул про Афродиту из Хейдиса 2, давайте-ка и к нему тоже заглянем, как там у него дела обстоят с точки зрения игрожура. Вау, довольно неплохо, Хейдис 2 уже решил одну из главных проблем оригинала. Какая же эта проблема, интересно, мне дико понравилось то, насколько Суперджайант предан исправлению проблемы недостаточного разнообразия форм тела в техническом тесте Хейдис 2, потому что Гефест большой мальчик с большим пузиком, и это была основная проблема первой игры, судя по всему. Катаку согласны, кстати, это даже не репост, но мне нравится, что мы вспомнили про наше любимое издание, наше все, замечательный бывший дом Джейсона Шрайера, ныне переформированный в агентство по изданию написанных нейросеткой гайдов для игр, которая будет тупо фармить энгейджмент на рекламе. Чат, а вы знали? Бля, опять я сказал чат, господи, извините, у меня мышечная память со стрима все никак не отнимется, заходите ко мне на твич тоже. Кому как ни к атаку идти впереди планеты всей для организации геймер гейта 2, который, к большому и к сожалению, так и не случился, и к большому сожалению экспертов из инверса, которые про Стеллар Блейд говорили. Правда в том, что и мужчины, и женщины, и небинарные персоны, и какой бы у них не был гендер или ориентация, так или иначе, многие из них находят Еву привлекательной. Однако, то, что Стеллар Блейд стал этаким контркультурным явлением для персоналей, задействованных в геймер гейте 2, который так и не случился, я напоминаю, это не вызывает никаких сомнений. И Еву используют в первую очередь как антитезис, как женского протагониста, который должен пойти поперек горло игровым журналистам, таким как, например, Алиса Мерканте из Катаку. Та самая Алиса Мерканте, про которую, помнится, было дело, кто-то запостил обидный мем про то, что вот журналисты из игровой индустрии, которые раньше занимались вебкамом, это современная, а не бинарная. А триньте, современность, давайте лучше вернемся обратно к традициям, то есть к корейскому бэби фейсу. Не самый смешной мем на земле, ну ладно. Алиса Мерканте на этот мем очень обиделась. Старший редактор из Катаку, между прочим, ранее работавшая в геймрадаре, написала про то, что прямо сейчас на платформе twitter.com происходит миссогения, которой и я, и многие другие женщины каждый день подвергаемся. Все, что нужно этим клятым геймерам, это то, чтобы их женщины были тихими и гиперсексуализированными в их видеоиграх, для того, чтобы они могли надрачивать и не мыть свои потные задницы, и не стричься, и не бриться, и не делать хоть что-то для того, чтобы самим быть привлекательными. Боже, как же сильно она ненавидит излишнюю сексуализацию женщин в видеоиграх. Ах, да, точно. Когда она это делает, это нормально. О, боже. Мамочка, извините, извините, чего это я? Да, да, Алиса Мерканта из Катако, это действительно Афродита, она действительно мамочка. И знаешь, что, если бы ты не была игровым журналистом, то в твоих словах даже была бы доля правды, потому что, черт возьми, вот это горячая женщина в видеоигре, у которой есть дизайн. Вот это женщина, у которой есть харизма. Вот это образ, к которому так и хочется потянуться. Ехидный взгляд, который сверху вниз на тебя смотрит, как на хорошего маленького мальчика, который будет молить ее наступить ему на лицо. Вот этот вот острый носик и, в принципе, острые черты лица. Не какой-то долбанный бэби-фейс, а прямо настоящая, стильная женщина, которая вот по-настоящему тянет к себе своей внешкой. Я хочу купить Хейдис 2, как минимум, ради нее. Хотя и в первой части она тоже есть. Надо будет ее перепройти, кстати говоря. Как раз делать нефига. Но вместо этого Алиса из Катако в тебе видят только лицемера, который своим можно, а чужим нельзя. Азиаты из-за того, что у них девочки красивые, и к ним наши западные мужчины тянутся, мы их ненавидим. А вот когда западные разработчики так делают, и если они делают это так, как интересно мне, да, если конкретно мои фетиши удовлетворяются, тогда здорово, замечательно, ничего против не имею. Такое сравнение я бы провел сам. Я бы сам хотел указать на Афродиту, как, например, реально харизматичного и красивого женского персонажа из актуальной современной видеоигры по сравнению с Евой из Теллар Блейда, которая абсолютно такого впечатления не производит. Но, по крайней мере, у меня хватает самосознания для того, чтобы признать, что некоторые вещи просто сделаны не для меня, и кто-то действительно по какой-то непонятной мне причине находит ее сексуальной. Ну и что поделать, если вот исторически у нас с вами так сложились вкусы? Я никогда в жизни не буду критиковать вас, если вы ее таковой находите. Пожалуйста, наслаждайтесь этим, в конце концов вы сами отдаете за это деньги. Но почему игровые журналисты никак не могут понять эту простую истину? Я не знаю, но может быть они сами хотят поскорее закрыться, может быть им самим наконец-то не имется сделать так, чтобы от них не осталось и следа, и чтобы мы все просто смеялись над их воспоминаниями. Может быть в этом дело. В таком случае, поздравляю, у вас это замечательно получается. Не надо предполагать гендер тех, кто будет покупать Стеллар Блейд. С ним на самом деле и так все понятно, как, в общем-то, и с Хейдисом. Я куплю и то, и другое. Точнее, я уже купил одно из них и куплю второе. Спасибо огромная игровая журналистика за то, что ты решила повторить опыт Хогвартс Легаси еще раз. Надеюсь, не в последний. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на мой канал, за то, что на Телеграм подписываетесь, лайки с комментариями оставляете. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни. Я вас люблю.